На прошлой неделе в палату предпринимателей региона обратился бизнесмен, который поставляет питание в детскую областную больницу, задолжавшая ему 50 миллионов тенге. Он рассказал, что его организация выполняет условия договора и обеспечивает медучреждения завтраками, обедами и ужинами. А вот оплату за это не получает. Этот вопрос рассмотрели на специальном заседании. Главный врач больницы сообщил, что это случилось из-за того, что фонд обязательного медицинского страхования не производит им оплату за услуги. В понедельник вчера мы пришли после праздников и на счету у нас деньги упали с ФОМСа. Видимо, они в течение праздничных дней шли, банки так как не работали. В понедельник упали, нам деньги за май месяц. Теперь мы оплатили поставщику за питание. Сумма долга перед поставщиком составляла 54 миллиона тенге. Сейчас он полностью погашен. Но помимо этого больница сегодня находится в трудном финансовом положении. Задолженность есть и перед коммунальными предприятиями, а за неуплату уже начислена и пеня. Причем немаленькая. Сумма 15 миллионов тенге. Вся проблема в том, что с начала года ФОМС регулярно задерживает клиники оплату. Пока фонд рассчитался с больницы только за май. Еще висит долг за три месяца. И если деньги придут в ближайшее время, то ситуация сможет улучшиться. ФОМС обещает нам, что будет закрывать сейчас июнь месяц. Надеемся, в ближайшее время будет июль, и август закрыт. И по мере возможности мы будем со всеми поставщиками рассчитываться, кому мы еще должны. Тем более, как я уже говорил, мы еще 100 миллионов за прошлый год должны идти перед теми поставщиками. Естественно, мы будем в первую очередь рассчитываться с теми поставщиками. Поэтому думаю, что есть изменения, есть положительные сдвиги. В палате предпринимателей Костанайской области отметили, что в фонде медстрахования нет недостатка финансовых средств. Такой коллапс произошел из-за того, что новая система не с первого раза пропускает платежи. Над устранением ошибок сейчас они работают. Виктор Ваташко, Алия Десмагомбетова, РТН. РТН.